Здравствуйте, дорогие друзья! Это Хоббит-отшельник и Петрушка. И сейчас у нас сказка с Петрушкой. Тувинская народная сказка. Аскюз-Оол и Золотая царевна. Давным-давно был на свете удалой молодец по имени Аскюз-Оол. Жил он со своим старым-престарым отцом в ветхом чуме. И было у них всего-навсего семь кос. Аскюз-Оол пас кос и ухаживал за отцом. Готовил ему еду, кипятил чай. Однажды старику стало совсем плохо. Загоревал Аскюз-Оол. Не было меня, ты породил меня. Родился я, ты вырастил меня. Что случилось с тобой? Чем помочь тебе? Погладил старик сына по голове и сказал тихим голосом. Ничем нельзя помочь мне, сын мой. Я пришел на край жизни. Хорошо бы напоследок отведать наваристого супа, полежать на мягкой шкуре. Да жаль, скота у нас мало. Козы тебе самому нужны будут. Зачем мне скот, отец, если тебя не будет? Сказал Аскюз-Оол и заколол козу. Шкуру козы старику постелил, а из мяса суп сварил. Каждый день он варил суп, кипятил чай, а отец плел из козьей шерсти мешок. Таар. Когда была съедена последняя коза, старик кончил плести тар и позвал сына. Настал, сынок, мой последний день. Нечего мне оставить тебе, кроме вот этого мешка. Сердце у тебя доброе, не пропадешь. Похорони меня у склона Айзайты горы, где лежит большой камень. А сам иди на север, к Золотому озеру, и живи там. К утру старик умер. Заплакал, загоревал Аскюз-Оол, но делать нечего. Надо выполнять наказ отца. Нашел у склона Айзайты горы Белый камень, похоронил там отца и отправился прямо на север. Много дней и ночей шел Аскюз-Оол по глухой тайге. А Золотого озера все не было видно. На одном из перевалов встретил он белобородого старика на белом коне с белым вьюком. «Как твое имя-прозвище? Откуда идешь? Куда путь держишь, парень?» – спросил старик. «Зовут меня Аскюз-Оол. Иду с южной стороны к Золотому озеру. Далеко ли мне еще идти, дедушка?» «Никогда не добраться тебе, парень, до Золотого озера!» – сказал насмешливо белый всадник и ускакал прочь. «Борода белая, конь и вьюк белые, а душа у старика видно черное», – подумал Аскюз-Оол и пошел дальше. На перевале другой горы встретил он чернобородого старика на черном коне с черным вьюком. «Как твое имя-прозвище? Откуда идешь? Куда путь держишь, парень?» – спросил старик. «Зовут меня Аскюз-Оол. Иду с южной стороны к Золотому озеру. Далеко ли еще мне идти, дедушка?» «Спустишься с горы и увидишь на реке Чингек-Арахем А-Ал-Байхана. От него до Золотого озера три дневных перехода. «Доброго пути тебе, сынок!» – ласково сказал старик и отправился дальше. «Борода черная, конь и вьюк черные, а душа у старика видно светлая», – подумал Аскюз-Оол и пошел дальше. У реки Чингек-Арахем увидел он большой А-Ал и множество, такое множество скота, словно травы в степи. «Видно, очень богат этот Байхан!» – подумал парень и зашел в черную юрту. «Откуда идешь? Куда путь держишь, сынок?» – спросил его старик, хозяин юрты. «Иду с юга к Золотому озеру». «Оставайся у нас, отдохни», – сказал старик. «Завтра будут большие состязания. У хана есть дочь, и к ней съехалось много богатых женихов. Кто быстрее всех отнесет воды из-за Черной горы, Карадага, тому хан свою дочь отдаст». Хоть и не собирался Аскюз-Оол жениться, но решил испытать свои силы. Попросил он утром у старика ведро и пошел к ханской юрте. Здесь уже собралось 30 женихов с ведрами. Все здоровые, сильные, друг на друга зло поглядывают, начало ждут. Увидели они, что парень-бедняк хочет состязаться с ними, и стали насмехаться над Аскюз-Оолом. Но тут вышел хан, взмахнул шелковым платком, и все побежали к Черной горе. Не успели женихи за гору перевалить, а Аскюз-Оол, с малых лет привыкший бегать по горам за козами, уже обратно спешит. Отдал Аскюз-Оол хану ведро с водой и говорит, «Мне пора в путь. Не нужна мне твоя дочь. Не могу я здесь оставаться». Отец велел идти к Золотому озеру, и Аскюз-Оол отправился дальше. Дважды всходило и заходило солнце, а Аскюз-Оол все шел на север. А когда поднялось солнце в третий раз, подошел он к Золотому озеру и видит, по всему берегу лежит сушеная рыба. «Прав был отец, здесь я всегда буду сыт», — подумал парень и остался тут жить. Однажды на берегу Аскюз-Оол увидел двух рыбаков, которые выловили Золотую рыбку и хотели ее в котел бросить. Жалко стало Аскюз-Оолу рыбку, и он попросил, «Отдайте ее мне». «А ты что нам дашь взамен?» — спросили рыбаки. «У меня ничего нет, кроме этого мешка, подарка отца. Хотите, берите, только рыбку не губите». Видят рыбаки, хороший мешок у Аскюз-Оола, и согласились. Вырыл Аскюз-Оол около берега ямку, наполнил ее озерной водой и пустил туда Золотую рыбку. Ярче солнечных лучей засияла, заискрилась в воде Золотая рыбка. Целый день любовался ею Аскюз-Оол. Даже во сне она, лучезарная, снилась ему. Наутро он увидел, что в ямке появилось еще много другой рыбы. Обрадовался Аскюз-Оол такому богатству. Часть рыбы он съел, часть посушил. Каждое утро ямка с золотой рыбкой наполнялась рыбой. Как-то пришел Аскюз-Оол за рыбой, а в ямке пусто. Загревал Аскюз-Оол, запечалился. Идет он вдоль берега с поникшей головой и думает о золотой рыбке. Вдруг видит, забурлило озеро и выскочил на берег на огненно-красном коне краснолицый старик в соболе и шапке. Подскакал он к Аскюз-Оолу и говорит приветливо. Аскюз-Оол, хозяин золотого озера Далай-Хан зовет тебя к себе. Зачем я ему понадобился, удивился Аскюз-Оол, но ослушаться не посмел. Сел позади всадника на коня, и они поскакали так быстро, что зазвенело, засвистело в ушах. И в один миг оказались они на дне озера. Я хочу тебе помочь советом, Аскюз-Оол, сказал ему краснолицый старик. Смело иди во дворец Далай-Хана, ты ведь спас жизнь его дочери. Не бери у Хана ни скота, ни добра. У ног Хана увидишь маленькую рыжую собачку, вот ее и проси. Пошел Аскюз-Оол по дороге, усыпанной золотым песком, и вскоре увидел юрту из белой парчи, да такую большую, что на девяти конях вокруг не обскачешь. Около юрты паслось множество скота. Навстречу Аскюз-Оолу выбежали ханские слуги и с почетом повели его в юрту. Там его уже ждал Далай-Хан, старик с длинной черной бородой в халате из зеленого тонкого шелка. Усадил он Аскюз-Оола на белый девятислойный албук и стал угощать крепким чаем, сладостями и лепешками. А потом приказал слугам, «За то, что спас мою дочь, дайте Аскюз-Оолу добра из моего добра, скота из моего скота». «Не надо мне добра из твоего добра, негде мне его хранить. Не надо мне скота из твоего скота, негде мне его пасти. Подари мне лучше собачку, что у твоих ног лежит», сказал Аскюз-Оол. Взглянул Далай-Хан на собачку, заплакал, посмотрел на Аскюз-Оола, засмеялся, потом привязал собачку волосяной веревкой, обнял Аскюз-Оола, дал ему поводок в руки и велел краснолицому старику отвезти гостя на берег Золотого озера. «Зачем я взял собачку? Какая от нее польза? Зря послушался я краснолицого старика, подумал Аскюз-Оол и отпустил собачку. А собачка тотчас побежала в лес и вскоре вернулась обратно с зайцем в зубах. «Умная собачка», подумал Аскюз-Оол, вдоволь наевшись жареной зайчатины. Так каждый день собачка приносила ему то зайцев, то водяную дичь. Однажды утром проснулся Аскюз-Оол, осмотрелся нет собачки. Опечалился он и отправился на поиски. Следы привели к большой юрте. Робко вошел Аскюз-Оол в юрту и замер от удивления. Видит, сидит на дорогом ковре золотая царевна, а вокруг нее сияние, как от луны и солнца. Черные косы царевны такие толстые, что руками не обхватишь. Такие длинные, что не измеришь. А рядом лежит шкура рыжей собачки. Нежно и звонко рассмеялась золотая царевна при виде удивленного Аскюз-Оола. «Не удивляйся, Аскюз-Оол. Я единственная дочь Далай-Хана. Ты спас мою жизнь. Ты и будешь хозяином моей юрты. Садись, а я пойду за водой». Взяла царевна серебряные ведра и пошла к озеру. Налил Аскюз-Оол себе чаю из серебряного чайника, взял лепешку. Ест, пьет, а сам все думает. Как бы так сделать, чтобы не обернулась больше золотая царевна рыжей собачкой, чтобы он всегда мог ее красотой любоваться? Решил Аскюз-Оол сжечь шкуру. Взял он ее и бросил в огонь. Вернулась золотая царевна с водой, догадалась обо всем и сказала, «Напрасно ты сжег шкуру рыжей собачки, Аскюз-Оол. В ней я скрывалась от недобрых глаз, а теперь нас могут разлучить злые люди». «Не бойся, золотая царевна, злых людей, когда я с тобой», ответил Аскюз-Оол. И стали они счастливо жить-поживать. Шло время, но Аскюз-Оол помнил слова золотой царевны. И вот однажды охотился злой Каратыхан со своими слугами в черной тайге. День прошел, ни одного зверя не убил. Сердится Каратыхан, убил только кедровку. Наверное, Аскюз-Оол спугнул всех зверей. Позвал Каратыхан двух слуг и приказал «Эй, слуги, идите к Аскюз-Оолу и зажарьте на его очаге кедровку, да посмотрите, как он живет». Аскюз-Оол в это время ловил рыбу в золотом озере. Пришли слуги Каратыхана к нему в юрту. Увидели золотую царевну, остолбенели от ее красоты. Слово вымолвить не могут. Спрашивает их золотая царевна «Что вы за люди? Зачем пришли? Почему молчите?» «Мы люди Каратыхана. Послал он нас в вашу юрту зажарить кедровку», отвечали слуги. «Ну что ж, делайте тогда свое дело», сказала царевна и помешала угли в очаге. Положили слуги кедровку в огонь, да и забыли про нее. Глаз золотой царевны не сводит. Сгорела кедровка, а слуги до захода солнца любовались царевной, смотрят, наглядеться не могут. «Пасмурное небо проясняется, гость домой возвращается», сказала царевна. «Забыли мы о приказании хана, глядя на вас, отвечали слуги, убьет он нас за это». И стали слуги просить золотую царевну помочь им в беде. Сжалилась над ними царевна, состряпала из муки и мяса кедровку. «Отнесите вашему хану, но обо мне ничего не рассказывайте. Если проговоритесь, станете могильными камнями». Вернулись слуги и с поклоном подали хану кедровку. Взглянул хан на нее и закричал «Худое это мясо и зажарено плохо, ешьте сами». Стали слуги есть да нахваливать кедровку. Глядя, как они едят, потекли и у хана слюнки. «Говорят, охотник не должен отказываться от любой добычи», сказал хан и отобрал кедровку. Попробовал и чуть палец свой не откусил. Таким вкусным показалось ему мясо». Ест хан кедровку и грозно спрашивает слуг, что видели в юрте Аскюсуола, как он живет. От испуга забыли слуги наказ золотой царевны, начали наперебой рассказывать о ее красоте и тотчас превратились в могильные камни. Хан стал думать, как бы отобрать у Аскюсуола жену-красавицу. «Зачем бедняку красивая жена?» думал злой хан. «Ей место в моей юрте». И решил наутро поехать к Аскюсуолу посмотреть своими глазами на золотую царевну. А Аскюсуол в это время вернулся домой довольный с богатым уловом. Все рассказала ему царевна про слуг хана. Пожалел тогда Аскюсуол, что сжег рыжую шкуру и опечаленный лег спать. Утром, когда он опять ушел к золотому озеру, к его юрте подскакал Картехан. Вошел он в юрту, увидел золотую царевну, а вокруг нее свет, как от луны и солнца, и забыл хан, что нужно поздороваться. Долго простоял он, так долго, что можно было успеть выпить семь заварок чая. Ноги у него затекли. Наконец, он открыл рот и поздоровался. «Какой странный хан, сказала насмешливо золотая царевна, приходит утром, а здоровается вечером». Стыдно стало хану, выбежал он из юрты и помчался в свой аал. Потерял хан покой, есть пить не может. Однажды утром, едва занялась заря, и верхушки гор стали золотиться от солнца, послал хан гонцов за Аскюсоулом. Привезли гонцы Аскюсоула. Говорит ему хан, «Хочу оказать тебе милость. Три дня и ночи будешь жить в моей юрте, а я в твоей». Что делать? Ханскому слову не будешь перечить. Остался Аскюсоул в юрте Каратыхана. Стали ему прислуживать ханские слуги, еду подносить, араку наливать. От всего отказывался Аскюсоул. Думал он только о своей золотой царевне. Даже ночью она ему снилась. Акаратыхан в это время сидел в юрте Аскюсоула и глаз не сводил с царевны. Не заметил, как день прошел. Говорит золотая царевна, «Аскюсоул никогда не забывал закрывать дымоход на ночь». Выскочил хан из юрты, закрыл дымоход, а сойти с места не может. Это его царевна заколдовала. Так и простоял он всю ночь возле юрты. Только утром хан смог вернуться в юрту, а золотая царевна уже чай разливает и спрашивает, «Где вы ночевали, хан?» «Юрту караулил, вас от злых людей оберегал», солгал хан. Опять весь день просидел хан в юрте, любуясь золотой царевной. Вечером попросила его царевна дверь юрты. Схватился хан за дверь, а царевна тут его и заворожила. Всю ночь простоял он у двери. Только утром смог отойти хан от двери, а золотая царевна уже чай разливает и спрашивает, «Почему вы спать не ложились?» «Всю ночь злые люди в юрту стучались, а я дверь держал», опять солгал хан. Вечером третьего дня говорит хану золотая царевна, «Покурите хан и ложитесь спать, вы две ночи не спали». Достал хан трубку и стал прикуривать от головешки, а царевна тут его и заворожила. Всю ночь просидел хан у очага, только утром он раскурил свою трубку. А золотая царевна уже чай разливает и спрашивает, «Почему вы всю ночь трубку курили?» «Я за очагом смотрел, чтобы в юрте тепло было», солгал хан и опять весь день глаз не сводил золотой царевны. «Три дня прошло, сейчас Аскюсуол придет, расскажу ему о вашей заботе, хан», говорит царевна, а сама смеется. Посрамленный хан вскочил на коня и пустился во весь дух в свой ал. Вошел в юрту и закричал на Аскюсуола, «Пошел вон, несчастный, завтра на тебя войной пойду». Вернулся опечаленный Аскюсуол домой. Рассказала золотая царевна, как она хана проучила. Рассмеялся Аскюсуол, а потом вспомнил про угрозу хана и загрустил опять. «Что случилось, Аскюсуол?» спросила его царевна. «Завтра Каратыхан на меня войной пойдет». «Спеши к золотому озеру и попроси у Далай хана помощи», воскликнула золотая царевна. Поскакал Аскюсуол к золотому озеру и стал просить помощи. Услышал его просьбу Далай хан, выскочил из озера на черном коне слуга хана и подал Аскюсуолу железный ларчик. Удивился Аскюсуол, «Какая польза от этого маленького ларчика, если Каратыхан на меня войной идет?» Но все же повез ларчик золотой царевне. Рано утром, когда занялась заря и верхушки гор стали золотиться на солнце, услышал он шум и вышел из юрты. Видит, войско Каратыхана пришло и кольцом окружает его Аал. Сказал он об этом золотой царевне, а та успокаивает, не бойся, садись чай пить. Вскоре слышит Аскюсол, шум стал еще сильнее. Выбежал опять из юрты и увидел войско Каратыхана в два кольца окружило его Аал. Громко сказал он об этом золотой царевне, а та успокаивает не бойся, пей чай. Не успел Аскюсол одну чашку выпить, раздался шум сильнее прежнего. Как стрела вылетел Аскюсол из юрты и видит войско Каратыхана в три кольца окружило его Аал. Закричал тогда Аскюсол Золотая царевна в три кольца окружило нас войско Каратыхана. Вот теперь время, сказала золотая царевна и открыла железный ларчик. Оттуда стали выскакивать железные воины с красными и черными палецами. Разгоните войско Каратыхана и вернитесь опять в ларчик, приказала золотая царевна железным воинам. Успокоился Аскюсол при виде железного войска и пошел в юрту чай допивать. Железные воины быстро разогнали войско Каратыхана. Долго и счастливо жил Аскюсол со своей золотой царевной. И скота у них становилось все больше и больше. Вот такая, дорогие друзья, взрослые дети, замечательная тувинская сказка. Всего вам хорошего и спокойной вам ночи. И петрушки тоже. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ